Или то Арксплюй Продакшн Представляет Ну что ж, мы продолжаем Мы продолжаем, мы продолжаем Мы продолжаем Смотреть вторую игру Траст против КСВ Опять сейчас смотрим пики Немножко была задержка и не мог Я не мог найти эту игру, господи Ну ладно, смотрим Траст забанили Чена, Андайинга, Сайлансера И Козу забанили Энчандрес Потом пикнули они Шейкера и Феникса КСВ забанили Квапу Дрофрэнджер, Антимаг, Сторм Или Шторм? Шторм Ну ладно, Сторм, Шторм Пикнули они опять Лешрак, Бистмастер и Гирокоптер Вообще Гирокоптер Это опять же такой герой Который сейчас берут очень часто И он тащит очень много игр Дайте я усядусь Очень много игр сейчас начали выигрывать на Гирокоптер Поэтому, может быть, это заяло на победу А давайте я даже гляну Сейчас, секундочку Вот я говорил уже до этого, что они встречались И выигрывали Траст А хоть одну карту КСВ выигрывали Сейчас, секундочку Подождите Ну да Получается Траст выиграли у КСВ 6 карт КСВ всего лишь одну карту выиграли Поэтому я надеюсь, что сейчас выиграют Траст Вот реально надеюсь Давайте, мужики Вот зачем им сливать карту Потом еще одну играть Огики 0 Раздавите просто КСВ, да и все А мы видим, что Траст опять же Пикнули СФ Ой, Разор Господи Ну это все Это уже под вопросом Я вам скажу честно Разор Такой герой Под вопросом Это ужас С чем они его берут Не понимаю Ну высасывает он атаку Но все равно Один из бесполезней Один из бесполезнейших героев Честно Это мое мнение От этого героя я знаю очень хорошо Но Вот даже проверим Если они проиграют Траст Я был прав Я был прав Что зря не пикали Разора Посмотрим Ну в любом случае КСВ пикают опять Виверл Все то же самое практически Лешрак, Виверл Скорее всего Лешрака Они пикают постоянно А я даже могу глянуть Но у нас Траст забанили Леона Хороший очень саппорт Например КСВ Здесь даже есть их Сигнатура Вот Сигнатура 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 Да Лешрак 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 То есть КСВ Любят Лешрака Ну ладно Забанили КСВ А они еще не забанили Жду Все забанили Клакверка В прошлой игре Клакверк сыграл Просто великолепно И ждем Пик от Траст А я сейчас даже Открою кое-что еще Так, пока они там думают Я открою сайт С статистикой Чтобы больше знать Про эти команды Больше, понимаете Сейчас, секундочку Секундочку Так, что там происходит Вот Пикнули Траст Скорпиона Сен Кинг Великолепный герой Я уверен Что у него будет Новая маска Которая меняет Анимацию Так, сейчас Ладно Не могу найти этот сайт Смотрим дальше Так, и ждем Пик от КСВ 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 Ну здесь Гораздо сильнее КСВ Ну просто Миллиардера Сильнее Тоже Гирокоптер Лешрак Дамажит Бисмастер Который пробивает БКБ СФ И Розора Я не знаю Зачем Ну посмотрим Ладно Вот еще раз говорю Если Траст проиграли Я был прав Что у них Пик говно И они зря Пикнули Розора Проверим Все Ждем Последний пик От КСВ Так, ну По лайнам Само собой Скорее всего СФ Будет Мид Ну что посмотрим В Харде Будет Феникс Опять Скорее всего Шейкер Будет Роуминг То есть Бегать По всем Лайнам И Пикует Висардж Ну посмотрим Что получится Ну вот За Траст Я предсказываю Да У них СФ Скорее всего Мид Феникс В Харде Шейкер Будет Роуминг Разор И Сэн Кинг Будут Стоять На Изи Бризи Лайне За КСВ О Здесь Гораздо Интереснее Смотрите Здесь У них Нету Ямного Мидера Как Интересно За КСВ Я даже Не угадаю Честно Здесь Многие Могут Пойти На Мид Мог Пойти На Мид Лешрак В Харду Может Пойти Бисмастер И уже Будет Трипла Гирокоптер Виверн И Висадж А Виверн Будет Тоже Роуминг Он Будет По всем Лайном Тоже Бегать И пытаться Ганглить Что проверим Ну я уже Я уже Сказал Про Лешрака Я Сказал Так что Я Опередил В чат Написали Решрак Мид Но Я Уже Опередил Ладно Опять Давайте Пробегаемся По Никнеймам О Кстати В прошлой Игре У Голдота Голдот У него Не было Приставки КСВ Это Сейчас Добавили Ну Вот Нет Бистмастер Мид Это Вряд ли Бистмастер Мид Это Как он бы Стоять против Сэфа Мид Это Забавно Нам бы Выглядело Ладно Смотрим Голдот Играет За Виверн Потом О Вейдинг Крэш Вейдинг Крэш Играет За Лешрак Чайенс Такое ощущение Что не к ней Мы изменились Или мне кажется Ну ладно Чайенс За Гирокоптера Туди Играет За Бистмастера Тайди Туди Тедди Тедди Ладно Вы поняли 343 Играет За Висардж Потом Бумбл Играет За Шейкера Майпро Играет За СФ Абба О У него раньше Никнейм А Они еще Никнеймы Сократили Ну Одни Перемены Просто Перемены Абба Играет За Сэнкинга Потом Джаб Играет За Феникса И Лейклс Играет За Разора Все Усаживаемся Поудобнее И смотрим На это Месиво Очень много Будет Крови И много Трупов Будет Опять У меня Тупая Камера Дайте мне Свободную Камеру Все Я Свободен Идут Расставлять Вардики И смотрим Кто куда Идет Угу О Хорошо Все Сейчас Будут Разбирать Руны Так Пока У нас 51 Зритель В Дота 2 ТВ Но По идее Наберется 2400 Примерно Как в Прошлом Матче В прошлом Замесе Также Они Обменялись Лайнами То есть Теперь КСВ Играет За Свет А Траст Играет За Тьму Поехали Посмотрим Нет Без Маски Предите Как можно играть За Сэн Кинга Без Маски Это просто Такое Позорище Ну ладно Что ж Маска На Сэн Кинга Дает Примерно Плюс 500 К скиллу Плюс 1000 ММР Дает Ладно Смотрим На мид у нас Пошел Ну все правильно Смотрите Бистмастер В харде Лешрак На миду Вот все идеально Читаю Доту Потом Виверн Как я и сказал Он летает Роуминг Сейчас будут Дослаждать Сэфэ Внизу У нас Висаж И Кирокоптер Потом На изи лайн Она стоит Как я и говорил Раззор Плюс Нет Смотрите А здесь Я не угадал Ладно Ладно Я думал В харде Будет Феникс Хотя Это очень странно Почему Феникс Не пошел В харду У нас В харде Стоит Скорпион Но Это уже Нестандартно Я сказал Абсолютно Нестандартно Скорпион В харде Он мог бы вообще В лес пойти Странно Очень Ну ладно Может быть Скорпион Потом пойдет В лес Ну посмотрим Странно Очень Ну ладно Смотрим Кабанчики Все Сдохли Кабаны Смотрим По крип Стату Первое место Данимает Сэрфай С огромным Отрывом Просто Два крипа Очень Сильный Очень Сильный Сэфэ Так В прошлой игре Сэфэ играл За Ксэв Вот как раз Посмотрим Разницу Посмотрим Разницу Для широка Играет То же самое По идее У которого Четыре Тысячи Побед Да Дайте угадаю Нет Другой Играет Ха Ну ладно То есть Теперь Так же Поменялся Игрок И убивает У нас Розора Почти О Все Тру Нехило Нехило Сейчас Плющили Розора Самое Главное Я не пропустил Сэфэ Расту Прям Вообще По минутам Показать Итог Боя Получили У нас Бабло Виверн И Бист Мастер Бист Что это Я не знаю Что это Такое Смысл Был Ставить Сэнкинг Варду Я вообще Не понимаю Логики Вот еще одна Причина Почему Траст Могут Проиграть Из-за Разора И потому Что Сэнкинг Стоит В харде Который Вообще Ничего Не может Делать Гирокоптеру Ну Ладно Смотрим Опять Пытается Гангать У нас Теперь Уже Бист Мастер Ну Смотрите Давай Топорики Все Сэфэ Убили Два Раза По-моему Нет Убивали До этого Разора Да Смотрите Уже 2-0 В пользу КСВ Молодцы Парни Ну Если По сравнению С прошлой Игрой Сейчас У КСВ Гораздо Лучше Пик Ну Миллионы Раз Лучше То есть Здесь Есть Хороший Кэрри Есть Дамаг Отличный Есть Бистмастер Который Пробивает БКБ То есть Я бы Сейчас Поставил На КСВ Честно Посмотрим Окружают У нас Феникса О смотрите Феникс Пришел В Харду Ого С чего Вдруг Вот Какая Должна Была Быть Харда Ну Вот О чем Я говорил Полностью Читаю Полностью Прочитал Всю Игру Когда Увидел Сыка На Харде Я сказал Что Скорее всего Сыка Пойдет В лес А Феникс На Харду Вот Они Поменялись Не знаю Может Сыка Пошел Просто Получить Уровень Потому Что Я уже Делал Видос Про Скорпиона В лесу За него Умат Формить На третьем Уровне Когда У него Песок На втором Уровне Прокачен Когда Там Песок Прокачен До второго Уровня Там Очень Сильный Дамаг И Можно Спокойно Формить Крипов Вообще Не Напрягаясь Если Они Это И задумывали Ну Пускай Будет Так Хорошо Минус Один Косяк Мы Отнимаем Так Что Теперь Остается Только Разор Я надеюсь Что Разор Сможет Что Небось Сделать Они Будут Типичным Бесполезным Разором Абсолютно Поднимает У нас Сейчас Виверн Ускорение Хосту Сыка По моему Гайду Да Все Играют Вся Про Сцена По моим Гайдам Играют Все Сплюшили Бистмастера 2-1 Молодец Убили Скорпиона 3-1 О Убили Разора Убили Разора 4-1 Ну Нехило Нехило Вот вам Хоста Виверн Я говорю Виверн Интересный Герой Перескил У него Отнимает В процентном Соотношении Здоровья Сокол Я помню А Нет Вот оно Изменение Которое В новом Патче Раньше Перескил Отнимал Там был По моему Чистый Урон То есть Процентное Соотношение А теперь Он Магический Урон Вот Сжигание Здоровья В секунду При этом Не чистый Урон А магический Ну ладно Посмотрим Так Пытался СФ Убить У нас Пытался Убить Лишь Рака Ну Вмотри 4-1 Интересно 4-1 Все равно Пока это возможно Из-за гангов Ну вот Мы видим Что А У них же еще Гирокоптер Гирокоптер У них 0-0 Он Фрифармит Смотрите У него все хорошо 1400 Неужели он будет Собирать себе Мидас Ну в принципе Я был бы рад А Подождите Так мы же болели За команду Траст Ну тем более Если КСВ Убивают Уже 4-1 При этом У них Гирокоптер Фрифармит Это уже Наверное 80% Что они Выграют Игру Сейчас Давайте Пробежимся Быстренько По Предметам У Виверна Есть Смоук И опять Ганг Разора Вашего Любимого Вот вам Разор Смотрите Инвалидище Бесполезное Ну что Высосал Высосал Атаку Сплющенное Обрыган Еще Просто Обрыган Так Сдох у нас Разор И сдох Сф Ну это 6-1 6-1 Ладно Идем дальше Виверна Опять У него Есть Смоук Так что Скорее Будут Скоро Ганги Это Хорошо Он Широка Все Великолепно Его Ни разу Не убивали Он Спокойно Фрифармит У него 2-0 Просто Великолепно Скорее Будут Арканы Собирать Себе В прошлой Игре Волм Арканы Собирал Я не Помню Ну ладно Так Куб Это Гирокоптер Я успел Убил У нас Феникса И 7-1 Ну давайте Собирать Проиграла по пику. Выбрала не тех героев. И уже стата 8-1. Посмотрим, что будет дальше. Вот кто может дать отпор к СВ из команды Траст. Это вот Разор. И СФ. Хотя у них есть массовики. У них есть шейкер массовый. Скорпион. Скорпион. Скорпион без ульты. Такого еще никогда. Вот он играет не по моему гайду. Такого еще не видел. Скорпиона без ульты. Но возможно он не берет ульту. Потому что он не хочет выходить из леса без даггера. Это полное говно. Но я не знаю. Но убивайте этого бомжа. СОУ РИНГ. СОУ РИНГ. На Скорпиона. Ну что за бредятина. Может было... На кой минуте там Скорпион собирал у меня в гайде. Я забыл. По-моему 8-7 минута у него был даггер. Восьмая минута по-моему даггер. А у этого инвалида у него 1000 голды сегодня. СОУ РИНГ. Зачем? То есть без СОУ РИНГа он может нормально в лесу сидеть. Ну ладно. Все. Наконец-то уже убивает гирокоптера. Это первый ганг от команды ТРАСТ. Так, опять смотрим по крипстату. Пишите пока в чате я читаю ваше мнение насчет команд. Что происходит. 8-2. 8-2 почти 3-2-2 даже похоже. А не, не похоже. Так, у бейсмастера уже есть 6 уровень. И он ультует СФС. ТП делает ТП. О, вот для чего нужна ульта Виверн. Чтобы станет. И убивает у нас СФС. Вот его включили. Что в той команде СФС был с Арканой? Что вы это? Видите, богатые люди. Бесполезный. Ассурдный Скорпион без ульты. Который седьмой уровень. Вот. Вот что с вами происходит, когда вы играете не по моим гайдам. Вот, видите, валяется Скорпион. Уже крови. Бесполезный абсолютно герой. Вот, видите, пятнище красное. Так, что у нас здесь происходит? Все нормально? Во! Пошел Смоук. Это мне нравится. Я обожаю Смоук. Поставили. А, нет, не поставили. Что-то хотели поставить? А, это птички прилетели. Ладно. Во! Ну, они в любом случае убьют Феникса. Убьют сейчас, скорее всего, Шейкера. Убьют Шейкера? Начал делать сосай. Ну, давай, сосай. Нет, Шейкер жив и убили Виверн. Только насосал. 42 урона. Ну, убийца. Молодец. Киллер. Ну, если даже сейчас. Страст вытащит игру-то и счет 11-3. Но, значит, все-таки сильная команда. То есть, она будет довольно сильной. Намного сильнее КСВ. Ну, шансы минимальные. Скорпион. Господи, как он ужасно играет. Ну, хотя бы, скоро будет у него даггер. Делает отвод. Тоже правильно. Делаешь отвод. И сейчас будет делать пыль. Бурю. Не пыль, а бурю. Буря в пустыне. Вот она. Капает потихонечку голда. Спылили Скорпиона. Не вымигает. Вот они бегают. И забирают всех крипов. Называется, делай больше отводов. Давайте, пацаны, фармьте, фармьте. Прикиньте, как обидно Скорпиону. Он сейчас может даже ливануть. Летает, короче, птичка, ястреб и горгулия. Весело. Все. О, сейчас будет рака-рака. Ультует Сэфе и... И убивает Сэфе. Молодцы. И погиб, кстати, Вивер. Но это потому, что Сэфе рванул пукан у него. Нормально. Ну, Сэфе, как я понял, у него все очень плохо. 2-4. 2-4. Покупают они... Господи, Висарш, покупая себе... Медальон. Сейчас будет убивать Рошана, скорее всего. Прямо сейчас пойдут убивать. В первую очередь, они покупают медальон для Рошана. Рошан и Жамшут. Где курьерщик? Нет, пока никто не идет. Что, будет драка у нас? Нет, все нормально. Убегает. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Появился медальон. Ну, давайте, идите, что. Идите на Рошана. Так, Смоук, кого-нибудь есть Смоук? Ни у кого нету Смоук. Нормально. У гирокоптера уже есть фризы. Фазер Бутс. Фазы. Вот. Напишите сейчас в чате, как правильно говорится. Фазер Бутс. Фаз. Фаз. Ладно, короче. Ну, вы поняли. Напишите, я потом запишу это себе. Ну, что ж, намечается у нас замес. Пытается забрать вышку. Собрали вышку. Наконец-то купил у нас Скорпион Даггер. Сейчас будут нагибать. По Крипстату мы видим, первое место занимает Сорфер. О, Сэфэ у нас идет через Мекку. Ну что, спалили? Фейс Бутс. Фейс Бутс. Спасибо. Фейс Бутс. Фейс. Фейс. Точно. Фейс. Да. Просто в первой доте почему-то говорили фрезы. Я привык так говорить. Сейчас, секундочку. Надеюсь, я ничего не пропущу. Фейс Бутс. Так, так. Смотрим, смотрим, что происходит у нас. Замес. И опять умирает Сэфэ. Убили Сэфэ. 2.5 у него, правильно? Да, правильно. 2.5. Ну, так печально Сэфэ. Очень сильно печально. Ладно, смотрим по общей ценности. Так, сделаем таким вот образом. Первое место Лешрак. Да, все стандартно. У него опять Арканы. Сейчас будут собирать себе, скорее всего, Бутс. Как в прошлой игре. Ультует у нас Бесмастер на Феникса. И они убивают Феникса. Его шар убивает. Наконец-то первая ульта. У Скорпиона просто... Ладно, я промолчу. Просто нереальный дамаг произошел сейчас. Вот он Раззор. Смотрите на Раззора. Ладно, все-таки получилось заденайдиться от нейтральных хрипов. Что-то у Раззора вообще. Сколько у него стат это? 1.3. Ну, нормально, пойдет. Смотрим сейчас. Быстренько пробегаемся по предметам. Поехали. Виверн. У него есть Соу-ринг. Как в прошлый раз. Все то же самое. Соу-ринг плюс Транквилы. И опять же он вылетает и ставит паузу. Стандарт. Лешрак. То же самое. Арканы. Сейчас я буду собирать себе Буллстон. И потом, скорее всего, буду собирать себе БКБ. Гирокоптер. У него уже есть... Так, сейчас, секундочку. Фейсбутс. Фейсбутс у него есть. Фейсбутс. Я выучил новое слово. Фейсбутс у него есть. Скорее всего, в идеале, он, может быть, сейчас соберет себе барабаны. Барабаны соберет. И потом БКБ. Не знаю, зачем спрашивать Скоро. Если вверху нарисовано... Вот вы видите, нарисованы такие фигнюшки. Чик-чик. Чик-чик. Что обозначает, когда горит одна лампочка? Знаешь, победа одна, да? То есть, в итоге, Траст выиграли одну игру. В итоге, счет... А, кстати, мне надо изменить. Да, сейчас, секундочку. Название трансляции. Нужно написать счет. Чтобы было прям все идеально. Сейчас, одну секунду. Подождите. Все отлично. Идем дальше. Еще раз говорю, счет 1-0 в пользу Траст. Идем, смотрим дальше. Предметы, где мы остановились. Гирокоптер. Смотрим Курьера. Да, вот как я и говорил, это Bootstone. Это идет нашему Лешараку. А, смотрим дальше. Бисмастер. Бисмастер у него Некрономика. Но это естественно. Это шаблон. Молодец. Будет апать Некрономиком до самого конца. Далее у нас идет Висаж. У него Медальон. Нет подключения к Доте 2. Ну что ж, ждем. Пора бы уже забирать Рошана. Тем более у него уже есть ультимейт. У Висажа. Ну ладно, смотрим дальше. Шейкер. Шейкер, шейкер. О, что он собирает? А, он сразу несколько приметов собирает. Интересно. Он собирает себе... А, ну опять же. Новая мода, привет. Он собирает себе Транквилы плюс Соу-Ринг. Хм. Не понимаю, какой смысл? Лучше бы себе собрал Арканы. Почему не Арканы? Почему Транквилы? Собери ты тупо Арканы и Даггер. Зачем придумываю такую бредятину? Ну ладно. А, Сэфэ у нас собирает Мекку потихонечку. Скоро соберет Скорпион Даггер и Соу-Ринг. О, опять. Смотрите, ну вы посмотрите на это так. Смотрим. Соу-Ринг Транквилы. Привет, новая Метта. Далее у нас то идет. И все, да? Дальше у нас сейчас соберет себе Шейкер Соу-Ринг плюс Транквилы. Собирает себе Скорпион Соу-Ринг Транквилы. Феникс Транквилы без Соу-Ринга. И Разору надо было собрать Соу-Ринг Транквилы. Разор собрал барабаны. Он будет играть на барабанах. Кстати, у нас сейчас погибли трое из КСВ. Это, конечно, печально. Сейчас все графики подшатнутся. Смотрим. Потихонечку начало падать преимущество. В пользу Траст. Вы меня понимаете, да? Вы чувствуете, о чем я говорю? Смотрим Крипстат. Ну, смотрите. Я говорю еще раз. Если Траст выиграет, это будет огромный плюс в их историю игр, да? Потому что они вытянут такой матч. То есть они окажутся гораздо сильнее КСВ. Какая там была стата в начале? 8-1, по-моему. 8-1 была разница. Теперь 14-7. Ну, допустим, ладно. При этом, да, у них не было инициаторов. То есть Шейкера. Ну, до сих пор у Шейкера нету даггера. Но зато у Скорпиона есть даггер. Это самое главное. Скорпион один из моих любимых героев. Тоже очень радий герой. Но, опять же, для этого нужна команда, которая будет все равно без руки. Скорпион, он внесет дамаг. Да. Но надо, чтобы кто-то добивал. Бутстон принес себе. Он купил. Но Бутстон был в куре. Так. Пытаются выловить СФ. Ультуй. Не смог ультануть, потому что ушел в тень СФ. Влетает у нас Феникс, который еще ни разу не сделал нормальное яйцо. И убивает Бистмастера. А, я забыл. Я же болею за трасс. Точно. Хорошо. То есть убивает Бистмастера. Это хорошо. Растеряясь КСВ. Очень сильно растерялись. Вот я уже говорю, когда делал гайд на Феникса. Давно еще делал. Так, секундочку. Смотрим. Пытается убить Раззора. Раззор начинает собирать себе БКБ. Молодец. Нет. Первое яйцо от Феникса. Все-таки... Но оно бесполезное. То есть никого не застанет. Я вообще ничего не сделала. Ой, как ему больно. Ой, как... Нет, молодец. Вот вы видите, для чего нужен Виверн. Чтобы отхилить. Помните прошлую? Вспомните прошлую игру КСВ. Что я говорил? Что они пикнули Виверн, но некого хилить. Не на кого было кидать третий скилл. А теперь есть на кого Гирокоптер. И сейчас он засейвил Гирокоптера. Читаю игру. Бла-бла-бла. Ладно. Допустим. Хорошо. Скорпион ультанул. Все понятно. Нет ульты у него. И отдают вышку. Разбегаются и фармят. И фармят. Как только соберут БКБ КСВ, Скорпион будет самым бесполезным героем в игре. Это его огромный минус. Что если враги собирают БКБ, Скорпион все. Может АФК стоять. Он бесполезен. Так, секундочку. Собрал Транквиеву. Смотрите. Теперь осталось Саурин купить ему. Вот. Наконец-то. Наконец-то они мигают на Равшана и Жамшута. И сейчас будет Висош кидать медальон. Голд Рака Рака. Нет, пока здесь опасная ситуация. Может быть замес. Пытаются выловить. А вот они палят. Палят гирокоптера. Гирокоптер просрал ультимейт. Ну и что? Давайте вылавливать. А все. Гирокоптер спалил. И убегает. И убегает. Здесь стоит вар, который все видит. Все хорошо. Ну аж пускай забирает вышку. А, да. Все. Идет размен на вышки. Это тоже. Правильно. Всегда запомните. Что если враг ваш сносит вышки. Да. Но вы понимаете, что вы не можете задефать ее. Типа там очень много народу. Пытаетесь снести вышку врага. То есть это называется размен. Вот видели, да. Здесь сносили вышку. Они пошли в размен. Снесли здесь вышку. Все хорошо. Пошли в леса. Вот. Наконец-то смог. Смог он не простой. Он 90% для Рошана. Посмотрим. Заюзали смоук траст. Вот. Они решили скорее всего пойти раньше на Рошана. Или нет. Нет. Наверное пошли в леса. Они понимают, да. Что здесь противник. Все видит. Видит. О, все. О, минус 5, минус 6. Так. Хорошо. Ультанул Вивер на СФ. СФ. Вообще безнадежный. Убили Бистмастера. Бистмастер тоже просрал ультимейт. Потом у нас убивают все-таки СФ. Убили Лешрака. Лешрак выкупается. У него выкупается, а возрождается. У него же бустон. Все. Минус 3 на 1 в итоге. Так. Влетит ракета. И убивает у нас Феникса. 2-3. 2-3 в пользу все-таки Траст. Естественно. Ну, неплохо. Неплохо. А. Вот мы можем глянуть. Так. Итоги боя. Ну, да. Как я вам и пророчил. В пользу Траст. Мы видим, что заработали 781 голду. А Траст заработали 1400 голды. На 1000 больше опыта получили. Ну, нормально. Молодцы. Я рад. Я рад за Траст. Молодцы. Просто я... Как я считаю? Вот если есть сильная команда. Пускай она будет до сильнейшей. Правильно? Пускай она доминирует и побеждает. А не так, что... Первую игру выиграли. Вторую КСВ выиграли. Третью выиграли Траст. Ну, это бред. Это не говорит о полной доминации. Ну, наконец-то собрал БКБ раздор. Как я и говорил. Посмотрим, что будет в итоге. То есть, опять же. Игра делится на несколько эпизодов. Например, когда инициаторы типа Шейкера и Скорпиона покупают себе Даггер. То есть, это уже может быть переворот игры. И когда герои покупают БКБ. Это тоже уже переворот игры, возможно. Посмотрим, что получится. Вы можете просто сами подумали. Хоть раз раздор что-нибудь в этой игре показал. Не знаю. Мне кажется, что-то нет. В последнем замесе он вроде ничего не сделал. Ну, посмотрим. Посмотрим, что он дальше соберет. Мне даже это будет интересно. Все, у нас Смоук от команды. Ни разу еще не забирали Рошана и Жамшута. Все, прочекали. Никого там нету. Хорошо. Что сейчас будет? Мне интересно. Давайте, что, поделитесь. Поделитесь. Все, у них палит ястреб. Ну, все, все спокойно. Забирайте, забирайте Рошана. Что у нас по ультимейтам? Все есть, да? Все есть. Просто поставьте птичку сюда, вот, ястреба, и забирайте Рошана. Ну, а не бояться. Не бояться, да. Хотя они сейчас могут настолько быстро его забрать. Прямо моментально. Благодаря медальону, который у... У кого там? У Висардж. Все, у нас в инвизии бегает Лешрак. Палит, палит контору. Великолепный стан. Просто божественный. Люблю такие станы. Стан мимо. И с Эфэ у нас... С Эфэ у нас ничего. Так, ну что? Что у нас, что? Убили все-таки Феникса. Убили Бистмастера. Бистмастер у него не было. Нет, он ультанул, молодец. Убивают у нас... Все-таки убили, видите? Убили Розора, который БКБ только что купил. И убили Виверн. Два в два. Не помог. Не помог БКБ Розору. Розор, по-моему, вообще ничего не сделал, как я понял. Два в два. В принципе, они могут пойти сейчас. Вот что они стоят? Идите забирайте Рошана. Или они хотят забрать Лышку. Могут забрать Рошана? Могут спокойно забрать. Так, Гаргули у него есть или нет? Наверное, их убили. Ну ладно. Не знаю, что они ждут. Вот опять. Теряет время. Сейчас вот появились Страст. Они сейчас гораздо быстрее придут к Рошану. А, вот она, Птичка. Вот она, Гаргули. Вот они, вот они. Все убили. Ладно, быстренько пробегаемся по статистикам. Это у нас добиты, отняты. Вы видите, первое место занимает Разор. Как ни странно, 140 крипов. Сэфэ занимает второе место, 137 крипов. По общей ценности у Лешрака больше всего голды. Он больше всего ценен, понимаете, в этой игре. Ну что, дубль два? Ладно, ультанул, допустим. Трусы мы спустим. Ну, у него есть подкоп, у него есть буря, даггер. Бедный, как ему больно. Ладно, убили Скорпиона и пошли на Рошана. Сейчас они спокойно заберут. Ну, только не сытив трусы. Все очень просто. Носи усы, носи усы. Вот, используют медальон, который собрали для Рошана. Я говорю, он быстро бы упал. Тем более тогда, когда был вертолет. Вообще вертолетов должен разбирать. Бояться, бояться. Вот, вылетает Розор. Вот смотрим чисто на Розора. Вот это дамаг, вот это высасывание. Ооо, вот это хорош, хорош. Что это за убыток, я не понимаю. Ладно, очень хорошо ультанул Сэфэ. Заденавидил себя Лешрак. Ультует Феникс. Смотрите, интересно. Они отбили Рошана. Попробуют забрать. Вот сейчас вы все увидели своими глазами. Насколько бесполезный Розор. Врубает БКБ. Бежит рядом с врагами. Даже не использует сосалку, да, перекачку. Даже не высасывает дамаг. Просто просирает БКБ вновь. Все. Все, весь Розор. Ладно, допустим. Трусы мы спустим. Идем дальше. Пробегаемся по предметам. Как-то еще можно здесь предметы смотреть. Так, сейчас, секундочку. Кто помнит? А, где-то здесь было. Бодана, да, предметы. Все, 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 я понял. Дубль 2. Дубль 2. Пробуют второй раз зайти на Рошана и Жамшута. Вот вы видите, как расстрелят. О чем я говорю? Очень быстро они его сносят. Все-таки они забрали, да, Рошана? Спалили Скорпиона. Ну, давай. Все, забрали. Молодцы. Что, будет замес? Нет, не будет. Разошлись по домам. Хорошо. Тогда мы смотрим на статистику. Смотрим предметы сначала. Биверн у него есть, а он соуринг. Ну, все то же самое, короче. Ничего не изменилось у него. А, Лешара, как я и говорил, покупает себе Блудстоун. Кстати, да, у него были арканы, он решил их разобрать, Блудстоун собрать. Покупает он себе БКБ. Ну, это молодец, правильное решение. Так, все нормально, все спокойно. Смотрим дальше. Самое главное, мейнкерри, гирокоптер. У него есть фризы. Есть у него Сенжияша для ХПшки. Ну, и БКБ собирает. Также Аква есть. Все, купил БКБ для Шрак. Смотрим дальше. Бистмастер. Некрономика. Но он будет аппать их до конца, до третьего уровня. Больше там ничего нового не будет. По-моему, в последнем обновлении, 6.84, там апнули некрономиком. Там, в первую очередь, апнули некрономиком первого уровня. Я согласен. Раньше некры первого уровня были практически вообще бесполезны. Их убивали там с пары ударов. Теперь они стали гораздо сильнее. Но это правильно, молодцы. Висаж у нас Медальон. И Аганим. То есть он хочет себе третью Гаргулю. Нехило, Нехило. Ладно, смотрим дальше. Шейкер. Да, у него уже есть Даггер. Он может инициировать. Есть у него Смок. СФ у нас БКБ. Мека. А я не помню, он вообще Мекку хоть раз жал? Ну, все равно, по-моему, его долго убивают. Он молодец. Он вроде выживает. Воу, высосал. Молодец. Высосал дамаг. Вот это польза. Хорош, хорош. Так. Смотрим дальше. Скорпион у нас. Даггер. Форст Став. Ну, мобильность. Чистая мобильность у него. Не знаю. Ладно. Феникс у нас, да. Так. Мне сказали название. Секундочку. Глимер Кейп. Глимер Кейп. Я их обязательно выучу. До Интернешнл я выучу все названия. Запомните. А потом, когда будет Интернешнл, я сяду такой профессионал такой. Пальцы вверх. Типа, ну-ка, давайте быстро сюда все смотреть. По Изи Бризи, короче. И все. Ладно. Это просто мечты мои. Глимер Кейп. У Феникса. И все. И урна. Ну, молодец. Урна отлично ему подходит. Особенно со вторым скилом. Чтобы жопа горела, горела и догорала. И Разор. Ваш любимый. Ваш любимый Разор. Вы фанаты Разора. У него барабаны. БКБ. И скорее всего в Кирасу будут идти, как я понимаю. Кирасу. Как-то я уже, по-моему, делаю видео, да, что лучше Кираса или Тараска. То есть это вечный спор, что лучше много здоровья или много брони. Ну, здесь тоже интересный вопрос. Смотрите. Здесь получается лишь Рак дамажит, да. Но он с руки почти не дамажит. То есть там идет уже маг урон у него. Ну и один скилл физ урон. Там сильно будет дамажить Гирокоптер. Короче, я бы собрал лучше ему Тараску. И он был бы незаменим. Честно. Ну, посмотрим. Ладно. Посмотрим, что будет у нас. Вот. Смотрите. СФ пошел в Скайде. Это уже очень интересно. Все. Так. Теперь у нас команды разбежались по разным лайнам. И в итоге что-то должно произойти. Нет. Уходят, да. Вопрос. Все ли уйдут? Так. Двое остались. Видите, идет план перехват. Ну, Бистмастер, конечно, бы еще Даггер отлично зашел. Я обожаю на него Даггер. То есть он прыгает из Даггера и ультует. То есть любого выцепляет. Все. Мы еще пробежались по предметам, по статистике. Давайте глянем графики. Потому что у нас давно были замесы. Как я много говорю. Как я много говорю. Это просто забейте. Графики движутся к нулям. Это хорошо. Наверное, это хорошо. Да. То есть сейчас, в принципе, победить у всех есть шансы. Ну, да. Смотрите. Разница в одну тысячу. Даже в 600. В 600 голды и 500 опыта. Это ничто, понимаете? Это ничто. Собирается команда КСВ на Амиду. У кого? Аегис я забыл, честно говоря. Так. У Лешарака. Ну, хорошо. Все. Смотрим. Сейчас будет миссиво. Много крови и много убийств. Кстати, прошлую игру смотрели 2400 человек через Дота 2 ТВ. По-моему. 2400 было, да? Сейчас смотрят 126 человек. 126. Так, ну что. Скоро нас уже исчезнет до Егис. Ну, давайте поделитесь. Че вы опять тянете резину? Четитки мять. Во! Во! Это мне уже нравится. Сейчас будет мяй-всила, мяй-всила. Пошел. Скорпион. Скорпион почему-то не хочет ультовать. Ладно. Инициатор Скорпион не стал ультовать. Ультанул. Не смогли они убить Бестмастера. У нас опять разделилось все на две части. Все-таки убили Бестмастера. Но увидели, он был на говне. И все происходит. Куда смотреть? Куда смотреть? Куда? Куда? И все? А, и все, да. Ну ладно, убили Бестмастера. Хорошо для Траст. Получили 1200 опыта и 500 голды. Ну, плюс Бестмастер там еще ульту истратил. Да, то есть через 20 секунд он появится. И у него еще 20 секунд не будет ульты. Это минус. Еще не забрали вышку. Это хорошо. Ульту из ФП просто разорвало жопу. Как ему жопу разорвало лишь раку. Сракотан распердолило просто ему. Ладно. Больно, больно, больно бьют с ФП. Нету маны, как ни странно. Нету маны на Мекку. Нахрена ты собирал Мекку? Я, честно, не помню, чтобы он хоть раз ее использовал. Может, это просто такой прикол? А, я вспомнил, почему теперь Ветра не собирает с ФП. Напомню вам, после последнего патча, раньше стоили Ветра 75 маны, теперь 175 маны. Забавно. Лешрак. Смотрите, у него сейчас было 45 секунд выкуп. А потому что, скорее всего, у него был стон, там очень мало зарядов. Давайте я сейчас новым указом скажу. Вот сколько зарядов у Лешрака? Так, он сколько, он много раз умирал? Да, наверное, ну давайте, наверное, 4, 3, 4. 3, ну ладно, ладно, ладно. Ну, почти угадал. 3 заряда. То есть, не накапливается больше заряды. Вот, опять гем, стандартный гем. Почему-то они покупают его на 30-й минуте всегда. В чем логика? Ну, ладно, допустим. Трусы мы спустим, смотрим дальше. Смотрим дальше. По Кривстату давайте глянем. Так, Кривстат у нас первое место. Разор. Ваш любимый Разор. О, сколько у него голды? 3200. Ну, давай, удиви нас, Разорчик, удиви. А, Шива, 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 Шива. Шива, 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 Шива в попе Шива. Ну, посмотрим, что получится из этого. В принципе, неплохо, чё ж. Дополнительный дамаг, замедление. В принципе, это может быть он собрал Шиву вместо Феникса. Тоже вариант. То есть, чтобы Феникса не могли убивать, то есть, медленно били и так далее. Обычно Феникса забирают Шиву, а здесь они сделали так интересно. Разор собрал Шиву. Ну, посмотрим. Всё, по идее, просрали они уже Аегис. Да, нету Аегиса. Всё, пока всё тихо. Хотя могут выловить Скорпиона. Ну, Скорпиона супермобильный. О, опять паузу поставили, понятно. Всё, ливай. Я даже не удивлялся, что ливанул Виверны. Я был готов поставить деньги. Я поставил бы сейчас там все свои деньги. Там, 300 рублей. Что выкинет именно Виверну. Всё, ну, смотрим, что там у нас новенького есть. Ммм. У нас Лешрак купил Транквилы. Ой, Транквилы. Травела. Постоянно путаю. Травела, травела, травела. Гирокоптер, доминатор. И БКБ. Доминатор, БКБ. Где у нас гирокоптер? Он кого-нибудь приручил? Так, сейчас, секундочку. Никого я не вижу. Ладно. Смотрим дальше, смотрим дальше. Так, гирокоптер, гирокоптер. Ну, опять же, я уже говорил, некрономика. Он будет апать до последнего уровня. Нечего смотреть здесь. Не знаю, зачем он взял Орпу в винном. Наверное, чтобы, типа, замедление было супер-пупер. Вместе со своими кабанами. Кто-то его знает. Я сейчас пока не заметил, чтобы он кого-то замедлял. Ну, пускай будет. Орпу в веном. Неправильно сказала ошибка. Орпу в веном, по идее. Веном. Так, Висарш. У него все то же самое. Аганим. Я уже говорил про аганим. Чтобы было три птички. Шекер. Все то же самое. Интересно, он будет собирать или Форст Тафф? Он будет собирать или Форст Тафф, или будет собирать аганим. Кстати, я заметил, у нас в чате спамят. Это так забавно выглядит. У меня сейчас смотрит стрим 12 человек. И при этом спамят. Прикиньте. Я не знаю. Ну, это реально какой-то бред. Я бы видел логику спамить, да? На каналах где-то по тысяче человек, по пять тысяч, по десять. Чтобы отдача была. Ну, ладно. Убивает он Скорпиона. Который здесь бегал один. У которого супермобильность. Вот он валяется. Видите, опять стух. Вот он, супермобильность. Собрал даггер, Форст Тафф. Вот Скорпион, видите? Допустим. Но это, конечно, ошибка. Вот это вот ошибка. Им нужно работать над своими ошибками. Мне хрен фидить так. Так, дальше у нас все спокойно. Ждут они Рошана. Скоро, кстати, он будет уже появляться у нас. Через несколько минут. И мы всех глянули. Да, появилась Шива. Ну, вот. Несколько минут. Одна минута, ладно. Шива. Феникс у него. Блин, забывай название. Глимер Кейп. Глимер Кейп. Во, Скайди. Это уже мне очень нравится. С ФС о Скайди. Две двести хп. Две двести. Ладно, что ж. Мы ждем замес. Смотрим, есть ли у нас Смоук у кого-нибудь. Есть у Бистмастера. Поэтому смотрим на Бистмастера. Да сейчас по-любому пойдут на Рошана. По-любому. Вот, покупает Некрономика, как я говорил, третьего уровня. Все. Сейчас будет Рошан. Прямо сто пудов. Зуб даю. Опять, смотрите, у нас кто-то загулял. Вот почему нужен Бистмастер с Даггером. Вы прикиньте, да? Стоит Феникс. Бистмастер. Прыг. Ультует. Все. Феникса нет. Его разрывает на куски. Ну, все равно, Некрономика тоже ему хорошо идет. Ладно, что ж. Ничего у нас не происходит. Просто ждем. Ждем вот эту вот шляпу. Ждем вот этого обослыша. Сейчас он опять появится. И все пойдут сюда. И этот человек заюзает Смолк. Давайте ожидаем. Ну, появляйся. Так, здесь у нас трое. Пока все спокойно. Вот, появился. О, все. Давайте, пацаны. Гол, 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 гол. Ну-ка, ну-ка. Смолк. Смолк, смолк. Нет, пока хотят подраться. Смолк, смолк. О, е-е-е. О, е-е. Ну, это было предсказуемо, конечно. Все, пошли они на Рошана. Даже без смолка. Ладно. Так, сейчас, секундочку. Все, я здесь. Поедите, должны очень быстро убить Рошана. Очень быстро. Ну, они, конечно, понимают, что они здесь. Но им посрать. Хотя, у них же есть массовики. Ну, прыгни ты, Шейкер. Ультани. Прыгни, Скорпион. Ультани. Значит, что вы мозги? Вот сейчас Виверн просрал Регенку. Это огромная ошибка. Просто огромнейшая. И что-то было. Ладно, короче, убили у нас Феникса. Такой бред. Что это было? Господи. Господи, Иисус. Короче, убили Скорпиона, убили Феникса, убили Раззора взамен на Лешрака. Полный бред. Я даже не понимаю, что это было. Почему вот этот боссовый Шейкер сразу не мог прыгнуть? Вот огромная ошибка от Траст. Вот поэтому они все проиграют. Ну все, решил ультануть. Почти, кстати, убил гирокоптера. Это просто... Ничего хуже я не видел никогда. Тим вайп. Тим вайп плюс выкуп. Еще был выкуп. Полный бред. Почему-то Феникс прыгнул. Почему не мог Шейкер прыгнуть, ультануть и застанет всех. Короче, это такой провал. Провал. А где этот? Итоги боя не показали. Ну ладно, ждем. Так, какой турнир, спрашивает? Турнир Супер ПРО называется. Сейчас, секундочку, сейчас я гляну название. Подожди. Релаксация. Блин, не видно. Вообще, говно турнир. Рэпик называется. Рэпи. Там он есть в трансляциях. Ну что ж. Вот сейчас КСВ им дали шанс. Тупо идите и сносите базу. Ну хотя бы там казармы. Хотя бы вышку снесите. Башню. Что-нибудь сделайте. Давайте быстрее. Ну шевелитесь. Быстрее. Быстрее. Нет. Все, сдулись. Весь потенциал просрали. Да, были итоги. Ну, опять же, видите, пытаясь. Много говорить, говорить, говорить. Не уследил. Вот сейчас я открою. Так, сейчас, секундочку. Я там пишу в чате. Спасибо вам большое, когда... За то, что пишут положительные отзывы. Очень приятно. Я все читаю. Мне, конечно, приятно. Это для вас стараюсь. Сейчас мне смотрят 11 человек, да? И при этом я стримлю для них. А, смотрим, короче. Так, сейчас, секундочку. Смотрим итоги. О, вот этот вот график. Да, взлетел, взлетел. А с чего вдруг? Может, потому что кто-то нафидил? Минус 5? Нет? 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 Ладно, короче. Забирает у нас вышку. Да забирайте уже влайн. И будет третья игра. Ну, прыгнул. Хорошо. Кинул фиссуру. Что дальше у нас? Разор. Убийца Разор. Убивает гирокоптера. У него есть Аегис? Да, у него есть Аегис. Поэтому бессмысленно убивая Скорпиона. Не по таймингу. Все-таки прошла ульта Феникса. Ну, неплохо. Убили гирокоптера. Пошел дамаг. Пошло говно по трубам. Пошло. Убили у нас Шейкера. Убили Бистмастера. Убивайте. Давайте. Бивер. Ну, вы что, ногами отпустили? Зачем? Ну, давайте. Давайте. Может, когда-нибудь будешь как адекват? Лель. Вот это ты поставил планку. Аж сам адекват. Нехило. Минус три. Нормально. Все-таки мне кажется, что, конечно, бой был в пользу Траст. Сейчас посмотрим. Вот. Показать итоги боя. Ну, да. И что за итоги? Что это такое, а? Ладно, это были неполные итоги. Мы сейчас увидим по графику. Еще раз говорю, что я, конечно, болею за Траст. Пускай они выиграют. Вот такую ошибку допустили. Просто забейте. По-любому, они там друг другу потом будут жопой рвать. Будут друг другу сракотаной долбить после этой игры. Давайте. Ждем, когда обновятся графики. Ну, так, конечно, пока еще ничего не обновилось. Уже итомы появляются тяжелые. Уже лейт 40-ая минута. Ну, вот мы видим. У Виверн Даггера всякие разные появляются. Так. А, Хекс. Он хочет Хекса брать. Хекс хочет. Ну, неплохо. Посмотрим. Так, Герокоптер у нас. 4000 голды. Скорее всего, даже может быть... Он даже будет собирать МКБ. Хотя не факт. Посмотрим. Так. Бисмастер. Вот. Я вам говорил. Бисмастер нужен Даггер. И он, естественно, после Некрономика покупает Даггер. Молодец. Молодец. Висаж у нас покупает Пайп. Пайп. Тоже молодец. Против Мак Урона. Здесь полно Мак Урона. Это про Кашейкера, Скорпиона, Феникса. Молодец. Так. Шейкер у нас. Бомж. Бомж. Да, Форстал все-таки не Аганим. Форстал купил себе. Не знаю, зачем Форстал. Я бы не стал покупать. Я бы купил просто тупо Аганим. Чтобы просто у него была сильнее ульта. Казалось бы, ты пикнул Шейкера. Весь твой сраный потенциал в твоем ультимейте. Кстати, он еще ни разу не ультанул нормально. Даже когда здесь было 5 КСВ. И они знали, что они все здесь. Шейкер здесь бегал где-то. Бегал там, носу ковырял. Хотя он мог прыгнуть и ультануть. Ладно, идем дальше. С Ф. О, вот, смотрите. Вот угадал, когда сказал на гирокоптера МКБ. Но перед тем, как сказать, я проверил С Ф. У него не было, не было начала Баттерфляя. Но теперь есть. Все-таки С Ф будет собирать Баттерфляй. Да, значит МКБ нужно собирать. Это хорошо. Ну, С Ф, он сейчас выжил. Да, что у него по стати? 6-7. Ну, посмотрим. С Ф, давай, покажи весь потенциал. Покажи. Баттерфляй. Не знаю, есть ли логика собирать Баттерфляй на С Ф, когда... Ну, даже я вот угадал, что 70%, что гирокоптер сейчас будет покупать МКБ. Не, смотрите. Он хочет, скорее всего, тоже Баттерфляй собирать. Это будет такая ошибка. Такая ошибка. Скорпион! Вот он уже какой раз так отдается? Тупое говно. Ой, говно. Посмотрите на это вот пятно. Опять отдался. Ну, вот именно поэтому они игру и сливают себе. Ладно, смотрим дальше. У Скорпиона появился Дискорд. Великолепный предмет. Особенно то, что у них все практически маг-урон. Ну, много маг-урона идет. Феникс у нас собрал Лотус. Молодец. О, все. Смог. Чарошан появился? Нет, Чарошан не скоро. Так, Оегу они просрали, по-моему. Да, просрали Оегу. Ну и что? Ждем ганг. Замес. Или это просто для вида сделали? Ладно, смотрим дальше. Так, кто у нас остался? У нас остался так. Нет, нет, он не остался. О, давайте. О, молодец. Нет. Вот он Виверн. Смотрите, засейвил гирокоптер. Короче говоря, погиб Шейкер. Погиб Скорпион. Ну, до этого еще погиб. Хорошо. Умер гирокоптер. Погиб Вистмастер. И умер Разор. Все. В КВП. Умер СП. Печаль. Беда. Сделал трипл килл. Висаж. Висаж сделал трипл килл. Кто бы подумал. Ну, то своими горгулями, скорее всего, он продамажил. Да, печаль, печаль. Смотрим. Он даже ультанул где-то. Печально. Раз проигрывает. Он как проигрывает. Ну, все. По идее, они сейчас решатся. Одного лайна. И убивают у нас Скорпиона. Который успел ультануть. Все равно умер. Ну, это все. Это ГГБ, ПШ, ПЗП. Раздор, смотрите. Бесполезный Абрыгант. Хотя он сейчас сделал Сосай. Хороший Сосай сделал. Ну, давай. И что? Ну, ты будешь бить кого-нибудь? Нет? Под Сосаем. Все. Еще раз говорю. Никогда не берите Раззора. Самый бесполезный герой. Можно там всякие теории говорить. Там, ой, там у него есть Сосай. Там, у него суперскиллы. Но он бесполезен. Сколько я видел игр. Это 90% с Раззором проигрывает. Ну, бот. Я был прав. Я с самого начала еще говорю, что Траст из Раззора проиграет. Ну, что это за говно? Ну, ты убьешь хоть одного, Абрыгант. Хоть одного ты убьешь в этой игре? Ты инвалида, кусок. Не убил. Ладно. Погиб у нас Виверн. Погиб у нас Раззор. И погиб Феникс. Изи Бризи. Ну, все. Давайте, парни, заканчивайте. Без вариантов. Фу. Фу просто. Фу. Раззор говнище. Ненавижу. Фу. Говно. Говно. Горит жопа от Раззоров. Ненавижу просто. Сколько я вот видел игр, да, турниров, профессиональных игр, где был Раззор. Ну, настолько он был бесполезен. Он ничего вообще не делал. Просто ничего не делал. Так, скоро появится Рошан. Примерно тоже опять через пару минут. Если вот гляну сейчас график, сейчас я нажму на график. Ну, это будет, конечно, понятно, что на стороне КСВ. Ну, это 12 тысяч. Все. Ну, что? Вот. Опять, видите, сказал пару минут. Значит, вот. Осталось немного. По графикам у нас идет на первом месте КСВ. С огромным отрывом. И опять Скорпион внизу. Он это любит. Да ладно. И он сейчас опять сдохнет, да? Все, смотрите. Ничего не могут. Они ничего не могут. Кстати, у Лешрака у него 4100 голды. Просто офигеть. Ну, не, без шансов. Все, все. Это просто без шансов. Ничто не спасет их. Ничто. У Висарджа руки есть. У него есть крест. Вот что есть у Висардж. Апно он крест. Ну, в принципе, неплохо. Забавно собрать бабочку на гирокоптера. Баттерфляй. И юзать еще крест на кого-то. Там будет столько промахов. И опять же, ну, как многие говорят профессионалы, комментаторы, да? Ну, вот если ты сыграл первую игру, да? Ты увидел, например, что в первой игре, в первой игре Лешрак все равно сыграл хорошо. Начнем с этого. У него была хорошая стата. По-моему, 5-6 было. Если ты видишь... Да я вообще не понимаю, они хоть готовятся к игре или нет? Вот скажите мне. Я в самом начале что вам сказал? Что Лешрак это сигнатура КСВ, правильно? Почему я знаю больше, чем Траст? То есть по Траст они не забанили Лешрака ни разу. Ни в первой игре, ни во второй. Ну, что за бред? И вот эти вот Лешрака басал их. Хотя, смотрите, Висардж 10.1. Висардж 10.1. Ну, я бы не сказал, что Лешрак чисто всех поубивал на 9.5. Нет. Здесь, конечно, тупо просто просрали их из-за разора. Все, и даже без вариантов. Можно даже не думать. Но все равно. Они должны были забанить Лешрака в любом случае. Тем более, если ты подготовишься к замесу. Ну, к матчу, да? На любой сайт зайди. Там везде есть статистика по командам. Ихни лучшие пики, ихни постоянные пики. И там есть сигнатуры. То есть, герои, которых берут постоянно. Надо было забанить Лешрака. Все. Ну, хорошо. Сейчас, короче, закончится бой. Очень долгая игра. Очень долгая игра. 50 минут. Ну, это уже конец игры. Ну, чуть такое. Ну, вот. Вот вы видите, да? Феникс. Сплющили Феникса в какашку. Убили, короче, Феникса, Скорпиона и Шейкера. Феникс. Шейкер не ультанул. Скорпион не ультанул. Но это полный провал. Вот если выиграют и третью карту КСВ, они будут, конечно, молодцы. Это будет настолько заслуженно. Честно, заслуженно. То есть, команда старается. От раста они чисто расслабились. Ну, давайте уже заканчивать. Давайте, давайте сделаем перерыв. Можно пока... Здесь уже все понятно. Здесь уже не смысл смотреть, у кого убивают. Здесь все ясно, короче. Давайте лучше глянем статуи. Мы видим Шторм, Рубик. Потом у нас здесь есть Морф. Ну, че? Тут всех убили. Давайте, парни, ГГ пишите. А здесь что у нас есть? Какие статуи? Ланая. Прикольно. Потом у нас здесь Винда. И Рубик тоже. ГГП. Правильно, написали в час, что выиграют КСВ. Вы угадали. Выиграли КСВ. Ну, вначале у них было 4-1. Статуи разных цветов я, честно говоря, не знаю. Почему-то... Сложный вопрос. Почему-то даже у меня статуя стала синяя. Я не знаю, почему. То есть, у меня сначала была такая же черная, да, золотая. Ну, не золотая, а черная такая вот. Потом стала синяя из-за чего-то. Каждую игру. Может, это за уровня Компедиума что-то. Ну, смотрите, потихонечку сейчас траст убивают КСВ, но... Бессмысленно. Ну, так это все статуи с Компедиумом. Что это стата Компедиум, что это стата Компедиум. Но почему-то это синяя. Типа, лед. А, про тысячи, кстати, да. Ты пробовал, да, тысячи, о которой я говорил? Анимация. Лель. А я все хотел, хотел его. Ну, вот мы видим, что убивают потихонечку всех. Ну, не, ну, на самом деле же это замес довольно жесткий. Смотрите. Опять выкупился. Так, теперь выкупился он на СФ. Ну, все, нет. Здесь уже на травелах прилетел. Не на травелах, а уже гирокоптер уже. У него, по-моему, Аегис был. Скаймак жирнее. ГГ. КГВП. Слили себе игру в говно. КГВП пишут. Ну, что ж, делаем перерыв и смотрим третью карту. В принципе, будет интересно, кто победит там. Вот мы посмотрим, да. Вот я по следующей игре по пику сразу скажу, кто выиграет. В первой игре я сказал по пику, кто выиграет, угадаю. Во второй игре угадаю. И в третьей игре тоже угадаю. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.